Не, ну, как начало, начало... Ну, давайте так, давайте... Досканское настоящее народное блюдо! А, пальпо-мару-айро, как Данте. Данте, смотрите, ну, иди как раз. Шшш. ВИВА ЛАПА ПА ПА ПАН КОЛЬ ПА 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 ПУМОДОРО ВИВА ЛАПА ПА 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 Лапа-попопо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо, лапа-папо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лапо-лап другие тосканские блюда главный ингредиент это хлеб, а хлеб должен быть чертовый, а черт черствый, зачем выбрасывать черственный хлеб, когда может делать папаль помодор, возьмите величайший помидор, окунаем его в кипичелли, кипичелли 1, кипичелли 2, вот так, чтобы чуть-чуть без фанатизма, почему окунаем в кипичелли, потому что надо снять кожуру, кожу, если вдруг у вас проблематичная кожа помидор, надо делать такой зак-зак, срез, а потом окунать, вот поскольку наши помидорели, они весьма непроблематичны, вот мы окунули его полностью, вот видите, как снимается все здорово, очень важно, надо держать их туда несколько секунд, то есть не надо варить, надрезано надо на 6 миллиметров, четко, рубелли, чистим помидор, сердцевина убираем, оливковое масло, без фанатизма, потом, потом пойдет величайшее масло, а сейчас нужно чуть-чуть, чтобы обжарить чеснучини, чеснучини, которые достаточно один зубчик, так, здесь чистим от всякого, всякого-всякого, очистим от семечков, потом резать такой грубо, вот потом прямо вот так, соль, главное посолить еще и плитку чуть-чуть, на всякий случай, легкий перерывчик, разогреваем овощные бульоны, чуть-чуть овощные бульоны, подготовим наши базилизи, сейчас сезонные еще, вообще, да, господа, теперь хлеб, который должен быть, шорф, 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 вот так, и сюда добавляем горячий бульончини, да, ах, 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 поскольку это тосканское блюдо, очень хорошо получается с тосканским хлебом, тосканский хлеб, во-первых, это без соли, было очень много теории, а почему тосканцы не кладут соли в хлебе, это вот сон, почему-то, инопланетяне, египтяне, а вообще, если спросить образованному тосканцу, а почему, ты что, дорого, очень дорого, если было дорого, поэтому не кладут, теперь возвращаемся к нашим величайшим помидоры, вот это добавляем хлеб, хлеб, у нас столько хлеб, сколько нужно, сколько нужно для нашей папы, папа, которая, как я говорил, это, это не супчик, а это такая похлебка, вот так, если слишком сука, тогда обязательно чуть-чуть, чуть-чуть еще бульончини, при этом не должен быть такой длинный процесс, это все, это все быстро, все очень быстро, базилези, салитционы, вот так, вкусненько, и раз, и два, вот так, 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 вот так вот так, вот так 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 Это себе, да, это как раз.